Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории Иван без цензуры, расскажет рокер Волощук. Ну любят хард рокеры гулять по Москве, я имею ввиду Волощук СД и его окружение. Поэтому мы опять приехали в центр и хотим прогуляться по греческому кварталу, который тянется от улицы Никольской до Ильинки. Это старинное название греческий квартал, его даже сейчас многие не знают, но это так. Почему он так назывался? Потому что здесь был организован первыми греками-просветителями греческий университет, в котором еще учился Ломоносов тогда. Здесь стоит памятник этим грекам, братьям Лихудам, Ионикию и Сафронию, которые приехали сюда как просветители и организовали этот университет и просвещали наших русских людей, как православные наши братья. Это знаменитый собор Богоявлянского монастыря, который действующий по сих пор, но монастыря уже, конечно, нет. Но зато здесь есть монастырская трапезная. Если кто хочет перекусить настоящей монастырской едой, то прошу сюда приходить в гости. Вот такая вот история вот этого памятника, который поставили в 2007 году как дар правительства Греции населению Москвы и России этим двум великим просветителям. Вот так. А вы скажете, а какое же это рокерское место? Тут одни попы да просветители. А я вам скажу, что рок настоящий, хороший, должны делать просвещенные люди, образованные. Они будут носить под носом к ним тупой. Поэтому рок это просветительская миссия у него, а не бубнить под носом, чтобы попало. И вот поэтому это рокерское место. Надо прикоснуться к просветителям и самому стать просветителем. Потому что когда рок пришел в Россию, в Советский Союз, это была революция. Это была миссионерская такая задача, просвещение людей, вытягивание их к всемирной культуре. Вот поэтому это рокерское место. Рок-группа Олащука СД принципиально делает осмысленные тексты. И поэтому я прикасаюсь к этому памятнику великих просветителей греческих. Вот так. Да, да, да. Я сам журналист, вот пришел сегодня, вот совершенно случайно, пришел сюда. И открытие этого памятника было 31 мая 2007 года. Архитектор, великий русский архитектор, действительно такой славянофил Вячеслав Михайлович Кулыков. Вот. Его не стало за год до открытия памятника. Собственно, его творение, памятник маршалу Жукову там, который имел тоже греческие корни. Его папу звали Костя Грек. Какое прозвище? Видимо, не случайно. Памятник на Славянской площади. Равноапостольным братьям Кириллу Меходию, тоже грекам, братьям Солунским. Мощная творческая величина, я его лично знаю. Варенье, это по заказу правительства Греции, ну, сопровождала все это греческая община России. Это место абсолютно такое сакральное, я думаю, для всех россиян, особенно для греков. У греков есть такая традиция, назначать здесь встречу, удобно. Вон, видите, метро. Вот, вышли, вот раз у памяти. Здесь кругом разные кафе, встретились у памяти, пошли, посидели, спокойно, доброжелательно, как-то всегда делают греки. Спасибо вам. Меня зовут Сергей. Меня зовут Никас. Никас. Да, да. Вот, я всегда говорил, что многие москвичи даже живут в Москве, не бывают в центре. А здесь же прекрасный центр. И здесь всегда можно встретить интересных людей. Случайно. Случайно. Поэтому я всех призываю, не только туристов, а даже москвичей, приезжать сюда, в центр и гулять по городу. И узнавать прекрасную историю нашей столицы. По уличке Майорбата, по Мазамоскворечию. Никас, огромное вам спасибо. Взаимно. Спасибо, просветили. Это, как говорится, их наказ. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. Поэтому меня всегда удивляли люди, которые жили в Москве и живут в Москве, а ведут себя, как глубокие провинциалы деревенские. В центре не появляются, ни по каким историческим местам не ездят. Я с этим столкнулся впервые в 1988 году, когда приехал в Москву и поступил в аспирантуру. Меня удивляли москвичи многие, которые, живя в Москве, никогда не были на Красной площади. Я приехал в Москву и в любую свободную минуту, в выходные дни, в будни, я, конечно, учился плотно и делал диссертацию. Но в выходные дни всегда находил время, ехал в центр. Я бродил по центру, я ходил по музеям. Мне было это очень интересно. Я повторюсь, жить в Москве и не делать этого. Ну, это какое-то преступление против самого себя. Меня эти москвичи очень удивляли тогда, аспиранты, мои коллеги. Ну, как вам московская красота, а? Не пожалели денег на украшения. А представляете, как вечером тут красиво? Когда это все включат, оно загорится. Ну, класс. Аплодирую московским властям. Устроили для жителей и для гостей столицы самое настоящее праздничное настроение. Поэтому я, как музыкант, рок-музыкант, аплодирую Сергею Семеновичу Собянину. Таких организаторов по пальцам пересчитать. Владимир Владимирович от сердца оторвал его. Он же возглавлял администрацию президента. На Москву поставил его. Он действительно навел порядок в Москве. Прекратил это бесконтрольную застройку. На самом деле, в Москве не так часто звонят колокола. Но здесь, наверное, для гостей столицы, для иностранных специально напоминают. Красоту русских храмов. Красоту перезвона русского. Я читал про того человека, который перешел из католицизма в православную веру только потому, когда он услышал, как прекрасно поют в наших храмах и как прекрасно делают колокольный перезвон. Он сказал, такую красоту могут делать только прекрасные люди. И это правда. Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории Иван без цензуры Расскажет рокер Валащу.